Буквально только что стало известно, что в стычках пострадали 15 нацгвардейцев, 17 полицейских, они госпитализированы с побоями и отравлением неизвестным веществом. Убытки Октябрьского дворца сейчас подсчитывают. О последствиях сегодняшнего погрома нам расскажет Руслан Смещук, он находится там сейчас на месте. Руслана, здравствуй, расскажи о том, что происходит прямо сейчас, за твоей спиной. Наталья, приветствую. На данный момент внутри Октябрьского продолжается концерт джазового оркестра Глена Миллера, большое для Киева событие. Если же говорить о ситуации в целом, она достаточно спокойная, хотя каждый из входов внутрь здания находится под усиленной охраной сотрудников полиции и бойцов нацгвардии. Сейчас мы находимся возле центрального входа, тут до сих пор не вставили стекла после штурма здания сторонниками Михаила Саакашвили. Сейчас он не функционирует, зрители попадали через боковые порталы. И вот, несмотря на то, что ситуация вроде бы стабилизировалась, как я понимаю, тем не менее, сохраняется небольшая, но возможность рецидива, возможность того, что сторонники Саакашвили опять сюда придут, это может перерасти в беспорядки или даже столкновение с полицией, поэтому возле Октябрьского на парковке дежурят многочисленные автомобили полиции и национальной гвардии. Я пообщался с силовиками, они говорят, что дежурить здесь будут минимум до утра, может быть и даже завтра. Но вот на данный момент такая ситуация. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Спищук о последствиях штурма Октябрьского дворца в столице. Продолжение следует.